Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСО. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Смотрите сегодня. Бизнес не пострадает. Правительство страны приняло беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Готовность на все 100. Насколько готовы лечебные учреждения Алматинской области в случае выявления вируса COVID-19. Верить лишь официальным источникам, что грозит за распространение ложной информации. О мерах по поддержке бизнеса, стабилизации рынка труда и новых антикризисных мерах по обеспечению занятости населения говорили сегодня на заседании правительства. Кстати, в связи с чрезвычайным положением в стране проходило оно в режиме селекторной связи. Пакет срочных мер представили главе Кабмина ряд министров. Что он в себя включает, расскажет Наталья Хоменко. Стабильность на рынке труда – главный приоритет. Правительство приняло беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Объявленный в стране в связи с коронавирусом режим чрезвычайного положения не должен ударить по карману предпринимателей и отразиться на занятости населения. Временно закрытые крупные объекты торговли и спорта, кинотеатры и театры освободят от уплаты налогов. А вместе с ними и всех индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме. На три месяца отсрочат и погашение по всем видам займов. По поручению главы государства Хасмжомарта Кемелевича Тукаева, правительство примет беспрецедентные меры поддержки предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Эти меры направлены прежде всего на сохранение текущей занятости и создание новых рабочих мест через стимулирование деловой активности предпринимателей и граждан. В целом, новые меры по поддержке предпринимательства и отечественного производства создадут более 200 тысяч новых рабочих мест. Немало льгот ждут и сферу АПК. От уплаты налога на землю освободят порядка 7 тысяч граждан. Вместе с тем, премьер-министр на особый контроль поручил поставить подготовку к весеннеполевым работам. Согласно данным, Алматинская область в числе первых готовых к посевной. Чрезвычайное положение не отразится на объемах и сроках агрокомпании, доложил главе Кабмина Амандык Баталов. В этом году в области предстоит засеять 966 тысяч гектаров, что почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. С 10 марта мы начали весеннеполевые работы. На сегодняшний день распахано почти 6,5 тысяч гектаров. 3400 гектаров уже засеяно. Вместе с тем, в этом году около 10 тысяч гектаров составили озимые. Упор делаем и на свеклу. Сельхозтоваропроизводителям мы помогли высокопродуктивными семенами. 548 аграриев получили их через СПК ЖТСУ. Сегодня готовность сельхозтехники довели до 96%. На нефтяные базы уже доставляются горючие. Перебоев с ним не будет. Как и сложности в посевной. Закончить посевную кампанию планируем до 25 мая. Одним из приоритетов в работе Акиматов остается и мониторинг цен на социально значимые продукты. С их перебоем проблем не будет. Для этого уже предприняли дополнительные меры. Заверили в правительстве. И напомнили предпринимателям о социальной ответственности бизнеса в трудное для страны время. Необоснованный рост цен будет строго пресекаться. Наталья Хоменко, Жаслан Ченгинжинов, телекомпания ЖТСУ, Толдыкурган. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы на территории Казахстана. Таким образом, общее количество зараженных вирусом COVID-19 по стране составило 32 человека. Из них 15 фактов в городе Алматы и 17 в столице. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Согласно ранее утвержденному плану, все пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. К тому же Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП при президенте с 19 марта ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Я призываю наших граждан сохранять спокойствие. Это инфекция контролируемая. Об этом уже заявляла Всемирная организация здравоохранения. У нас для этого все необходимые медицинские ресурсы подготовлены, развернуты. Прошу соблюдать всех спокойствия. По всем волнующим вопросам вы можете обращаться на наш колл-центр 1406, а также на информационные сайты Министерства здравоохранения в интернете и в социальных сетях. О самом важном к этому часу в Алматинской области. Число людей с подтвержденным тестом на коронавирус увеличилось в стране. И хотя международные авиарейсы в аэропорты Алматинской области не заходят, территориальное ее положение имеет риск завоза вируса наземным транспортом. С одной стороны, регион прилегает к государственной границе с Китаем. С другой стороны, жители южной столицы постоянно мигрируют между регионом и мегаполисом Алматы, где к данному часу зарегистрировано несколько заболевших. Власти области готовы отреагировать в любой момент. Предупреждают население о мерах профилактики и информируют о состоянии тех, у кого есть какие-либо клинические признаки. На данный момент в Алматинской области случаев заражения коронавирусом нет. Об этом сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Кайрат Баймуханветов. Ранее было известно о трех пациентах по подозрению на COVID-19. У всех троих диагноз не подтвердился. В целом, для профилактики коронавируса в регионе проводятся санитарные работы. Устанавливают антисептики, проводится дезинфекция во всех учреждениях и местах массового скопления людей. На территории Алматинской области 550 коек в инфекционных больницах и отделениях. Из них 237 детских и 313 взрослых. Решается и вопрос с дефицитом масок. Завод Дольче Фарен по выпуску масок увеличил мощность в два раза. В резерве у них есть полтора миллиона продукции. Задействованы еще два завода, которые уже начали производство масок в городе Талтокурган. Жителям не нужно поддаваться панике и держать себя в курсе событий только на основе информации от официальных источников. Как известно, с введением в стране чрезвычайного положения закрываются развлекательные центры, ограничивая деятельность ряд организаций, пунктов питания, ресторанов и баров. Сегодня сотрудники городского Акимата разъяснили представителям бизнес-сферы об ограничениях, введенных со вчерашнего дня. Подробности в следующем материале. Крупные торговые объекты, включая продовольственные рынки и торгово-развлекательные центры площадью более 2000 квадратных метров, будут работать с 10 утра до 6 вечера. Непродовольственные рынки с 11 утра до 5 вечера. Об этих условиях представителям крупных рынков еще раз напомнила сегодня рабочая группа. Сотрудники городского отдела предпринимательства и управления индустриально-инновационного развития, а также управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, раздавая уведомления, отметили, что неисполнение данного указа, влечет за собой административную и уголовную ответственность. По Талдыкургану у нас итого 1062 объекта торговли, также два крупных торгово-развлекательных центра и 419 объектов общественного питания. Это рестораны, кафе, столовые. Аптеки, продовольственные магазины, которые работают внутри торговых центров, они будут работать жестко в рамках безопасности. Меры по недопущению развития коронавируса будут самыми жесткими. Усиливаются санитарные и дезинфекционные меры на всех объектах области. Уже приостановлена деятельность кинотеатров, театров, выставок, спортивных, культурных мероприятий. Все объекты общественного питания вне торговых центров будут работать до 10 вечера. Вводятся ограничения и на количество посетителей, то есть в зале одновременно могут находиться не более 50 человек. Указы уже в действий, а некоторые объекты и вовсе приостановили работу в мерах безопасности. С сегодняшнего дня мы всех распустили свой коллектив весь, так как с постановлением указом президента. Ну, нами приняты были меры продезинфицировать полностью весь ресторан, внутри кухню, рабочую зону, зону гостей. И также будем проводить в течение этого месяца, раз в неделю будем проводить уборку, влажную уборку, дезинфицировать. Сохранили рабочие места, также мы взяли на себя обязательства оплачивать их в пенсионный фонд, не высчитывая с них, за счет ресторана. Все мероприятия у нас были сразу, уже со вчерашнего дня. Мы вернули все предоплаты, которые бронировали люди, извинились. Все эти мероприятия проводятся исключительно в целях безопасности граждан. Контроль за их соблюдением будет жестким, отмечают специалисты. Елеман Раймбеков, Нажам Аканов, телеканал ЖИЦУ, Талды Курган. Весь мир с напряжением следит за статистикой заболевших коронавирусом. В целях минимализации фактов заболевания в Казахстане со вчерашнего дня введено чрезвычайное положение. Все лечебные учреждения области в повышенной готовности. Не составляет исключения и город Текили. А чтобы поднять дух медперсонала и настроить на позитив к работе даже в условиях ЧП, им сегодня сделали сюрприз. Население Текили чуть более 33 тысяч человек. И хотя на момент объявления чрезвычайного положения существенно уменьшена миграция населения, местная больница стала стратегическим объектом номер один. На случай выявления фактов заболевания коронавирусной инфекцией приняты все необходимые меры. первых перевезен на усиленный режим работы. Как никогда важно сохранить единый дух и приложить все усилия для сохранения здоровья населения. С этой целью глава Текили Бахтияру Нербаев поздравил медицинских работников с наступающим весенним праздником на Урыс и поблагодарил их за усердие и самоотдачу. А предприниматели доставили радость медперсоналу городской больницы и поликлиники Муногорода, подарив им букеты цветов. Вот эти женщины сегодня получили цветы, они получили заряд бодрости, заряд позитива, заряд того, что необходимо для их повседневной работы. Этот заряд они понесут к своим пациентам. И я думаю, что сегодня и в дальнейшем улучшится качество медицинской помощи у нас. И просто огромное большое спасибо всем за такой знак внимания. На земле всегда есть место празднику, равно как и подвигу. И как сказал в свое время великий русский классик Антон Чехов, профессия врача – это подвиг. Ведь именно врачи оказываются рядом в трудную минуту. Именно они стоят на страже нашего здоровья. Евгения Присяжная, Осей Дюсейбек, телеканал ЖТСУ. Нет фейка. За распространение ложной информации, в том числе касательно вируса COVID-19, виновные будут наказываться законом. Такое заявление озвучил глава государства Касымжом Артукаев. По словам полицейских Алматинской области, согласно статье 274, части 2 Уголовного кодекса. Эти действия влекут наказание в виде штрафа 5000 МРП или ограничением свободы на срок до 5 лет. Кроме того, распространители ложной информации будут привлекаться к исправительным и общественным работам. В связи с этим, стражи порядка региона просят граждан не заниматься рассылкой фейков. Добавим, сообщается, что популярные соцсети уже взялись за нахождение подобных случаев. Такие меры принимают YouTube, Facebook, Google и другие медиа-компании. Кроме того, казахстанцев, прибывших из стран категории 1А и 1Б по уровню клинической опасности, будут штрафовать за нарушение правил карантина. За оказание сопротивления или отказ от медицинского обследования людей, в том числе по подозрению на коронавирус, предусмотрена уголовная ответственность по статье 304 и статье 305 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает меру наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет. За распространение ложной информации также предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 5000 МРП. Это исправительные работы, привлечение к общественным работам, ограничение либо лишение свободы на срок до 5 лет. В этой связи призываем граждан активно оказывать содействие санитарным и городским службам по профилактике и предотвращению выявлению коронавирусной инфекции, иначе в противном случае данные действия будут квалифицированы статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан. А тем временем в Кукшетау местный завод начал осваивать выпуск многоразовых повязок. За смену работники швейного цеха шьют около 4000 масок. Готовые продукции в первую очередь снабжают коллектив фабрики, сотрудников автобусных парков и госорганов. При достаточном количестве сырья цех сможет поставлять товар и в аптеки города. Производственная мощность цеха позволяет выпускать до 10 тысяч повязок в сутки. Отметив последние дни в связи с возросшим спросом, в городе наблюдается дефицит медицинских масок. В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области зимой выпала осадка в два раза больше, чем нормы, сообщает корреспондент Хабар-24. Службы не успевают вывозить снег. Сложная ситуация сложилась в четырех селах района. Из-за снежных заносов, отрезанными от внешнего мира, оказались полторы тысячи человек. В Бескарагайском районе 10 населенных пунктов подвержены подтоплению. Девять из них находятся в береговой зоне реки Иртыш. Во всех сельских округах организовано круглосуточное дежурство и сформированы мобильные группы. С 26 марта будут производиться профилактические взрывные работы. Департаментом экономических расследований по городу Алматы ликвидирован цех, где изготавливались поддельные деньги номиналом 10 тысяч тенге, которые в дальнейшем сбывали на территории Южной столицы. При обыске их квартиры приспособленный под цех, изъятый ноутбук, цветной принтер, специальная бумага с водяными знаками, флаконы с краской, цифровые файлы с рисунками купюр номиналом 10 тысяч тенге с обеих сторон, фольгированные ленты с тиснением номиналом банкноты и орнаменты, канцелярские преднадлежности, а также поддельные купюры на сумму 220 тысяч тенге. В настоящее время проводятся необходимые экспертные проверки. Инновационные и очень энергоэффективные цементные заводы завтрашнего дня будут разительно отличаться от того, что они представляют собой сегодня. К 2050 году подобное нашему предприятию будет выглядеть совершенно по-другому. В его распоряжении окажутся совсем иные топливные смеси. Работа пойдет с большей опорой на электричество, отмечает руководство компании. Помимо этого предприятие будет оснащено устройством для блокирования двухокиси углерода. Углекислоту будут собирать либо перенаправлять для производства других продуктов, либо хранить. Такая практика будет развиваться в течение следующих десятилетий. Для этой отрасли она означает большие перемены. Ключевые фондовые индексы мира потеряли более 12% на закрытии торгов в Соединенных Штатах. Европейские биржи также закрылись в красной зоне. Основные индексы просели на 4,6% по итогам торгов. Опасения трейдеров связаны прежде всего с темпами распространения коронавируса, что может привести к снижению экономических результатов из-за вводимых в разных странах карантинных мер, включая ограничения на передвижение граждан. Так Евросоюз закрывает внешние границы на месяц. Ситуация ухудшилась после того, как Федеральная резервная система США снова неожиданно понизила свою учетную ставку второй раз за месяц. Рыночные игроки восприняли такой шаг в условиях глобального обвала на мировых фондовых рынках не как положительную динамику к восстановлению, а как доказательство нервозности финансовых властей. НАСА завершило процесс тестирования пилотируемого космического корабля «Орион». Оно проводилось в исследовательском центре Вогайо. Здесь ученые смогли воспользоваться крупнейшей в мире термальной камерой и другим оборудованием, имитирующим условия полета. «Орион» разработанной американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin предназначен для отправки в космос экипажа астронавтов в рамках лунной миссии «Артемида». Николь Смит, менеджер проекта по тестированию, отметила, что всегда готова к самому худшему развитию событий. Составляет планы на случай непредвиденных обстоятельств. Но все прошло гладко. Испытания включали серию термальных проверок в вакуумной камере и тестирование работы электронных приборов при внешнем электромагнитном воздействии. Самый высокооплачиваемый вид спорта – большой теннис в Алматинской области – все больше набирает свою популярность. Так, в регионе активно занимаются более 900 человек. Порядка 100 из них – жители города Талдыкурган. Среди спортсменов уже есть победители и призеры соревнований разных уровней. Этому способствуют все необходимые условия. Юный и перспективный спортсмен Евгений Аршуков большим теннисом занимается уже более 7 лет. За свою карьеру юноша завоевал около 15 медалей. Больше половины из них – высшие пробы. Упорные тренировки, наставления тренера и, самое главное, условия, в которых можно заниматься теннисом, позволяют становиться призером на всех соревнованиях. Мне 13 лет. Занимаюсь я 7 лет этим спортом – теннисом. Я участвую на многих соревнованиях, участвую на чемпионате Казахстана, в Астане, в Шенкенте. Был недавно в турнире в Скаменогорске, там занял первое место в паре, пятое место в одиночке. Мне нравится этот вид спорта, потому что я люблю бегать, отбивать мяч. В будущем я хочу стать великим спортсменом и занимать только первые места. Мой любимый кумир – Роджер Файдерер. Юноша все свои тренировки проводит в ЖТСУском теннисном центре, который открыл свои двери еще в 2011 году. В этом спортивном объекте есть 6 кортов – 2 внутри, 4 снаружи. Такие условия позволяют заниматься в любое время года. К слову, все площадки соответствуют всем мировым стандартам. В Алматинской области есть несколько теннисных площадок. Первый самый крупный объект, предназначенный для данного вида спорта – это теннисный центр ЖТСУ в Талдыкургане. В спорткомплексе Уиркен также есть теннисный корт. У Назарбаев интеллектуальной школы есть корт, расположенный на территории учебного заведения. Функционируют секции не только в Талдыкургане. В спорткомплекс Ушконар Карасайского района также есть теннисный корт. В основном в большой теннис вовлечены дети. Их тренируют квалифицированные тренеры. Теннисом может заниматься любой желающий, но за сборную область выступают более опытные спортсмены. Тренировки бесплатные. Но по достижению определенных результатов дети все равно уезжают в более крупные города, говорят тренеры. Причины это две – карьерный рост и повышение мастерства. Из нашей области вышло немало хороших спортсменов. Это, например, Гульнас Дакей. Ей еще в 2012 году присвоили звание мастера спорта. И Сабаева Дана – призер международных соревнований. Сейчас проходят сборы в столице. Мируерт Калкеева – судья международных турниров. Аделина Мамамфина – наша чемпионка на данный момент в Нур-Султане. Как мы видим, внимания теннисистам уделяется действительно немалое. В будущем планируется проведение мастер-классов с привлечением лучших спортсменов Казахстана и других стран. Такой оказалась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова